Всем привет, дорогие зрители! С вами Сеня, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о клатч-раундах, о ситуациях 1 на 1, 1 на 2, на карте Демираж, к примеру. Очень часто бывает у каждого из вас, наверное, момент, когда вы остаетесь 1 на 1, примерно знаете, где находится оппонент, но делаете, скажем так, какие-то неадекватные решения, мувы, и в итоге проигрываете раунд. Что нужно знать основное по поводу того, что, ну, по поводу клатчей, по поводу таких ситуаций. Первое. Когда вы остаетесь 1, вы должны всегда довольно быстро обрабатывать информацию, информацию, которую вы получили от своих тиммейтов. То есть, к примеру, вышли вы на А, да, сделали какие-то размены, там, под коврами убили, в общем, там, у вас какого-то тиммейта зацепило, и в итоге вы 1. Если вы вышли на А, логично, значит, вы поубивали всех, кто кроет А. Соответственно, остается какой-нибудь джангл, остается чувак на Б. Если вы убили джангл, ну, естественно, посмотрели на таб или без таба, вам понятно, что вы 1 на 1, тогда против кого вы остались? Вы остались против человека, который находится на Б-плейнте. Ну, условно говоря, у вас шел выход, вы должны сразу прикидывать быстро. Вот тут уловите самую главную мысль, то есть, что нужно четко научиться делать быстро, обрабатывать информацию и выдавать ответ. Ответ на вопрос, самый главный, где же находится ваш противник. Причем здесь самое главное, как раз таки скорость, потому что лучше, скажем так, сделать плохой вывод, но принять хотя бы какое-то решение и потом отталкиваться уже от стрельбы, нежели долго думать, тупить и проиграть из-за того, что вы затупили. Хотя иногда тупняк тоже помогает, бывают веселые случаи, когда чувак делает все неправильно, тупит и берет раунд. Но это редкость, скорее исключение, да, из правил. Итак, о чем же я? К примеру, остаетесь вы на 1 на 1, вы на А, чувак, который кроет Б. Значит, какие шансы, что он подожмет? Скорее всего, маленькие. Жмут, ну, редко, но метко, но жмут. Но не будем от этого отталкиваться. Опять же, тут вы должны понимать, какая это часть игры. Если это часть игры уже, там, после 7, 8, 9 раунда, нужно отталкиваться от того, жал он там, не жал, значит, какие варианты. Плюс ваши тиммейты дают инфу. Дальше. Скорее всего, он будет в джангле, да? Или с коннектора. Почему? Потому что сюда добежать намного быстрее. Соответственно, чувак быстро пытается хелпануть и быстрее оказывается в этой позиции. Поэтому вы его, скорее всего, уже услышите или он будет по вам стрелять. Вариант номер 2. Раунд тайм, диффьюзер. Оп, есть. Так, да, 60 минут поставил. Вариант номер 2. Вот я любил хелпать, на самом деле. Я любил хелпать всегда не через хелпу. Потому что хелпа, позиция быстрая, но опасная. Сюда террористы накидывают очень много гранат, сюда террористы кидают смок, сюда террористы вшивают. Да, через этот смок. Поэтому довольно опасно. Я любил СБ, если я точно знаю, что это А, я, например, на радаре видел бомбу. Я за контров всегда бежал через респаун. Откидывал сюда вот такую флешку прикольную. Слепил возможных заходящих сюда террористов. И пытался как можно быстрее хелпануть отсюда. Соответственно, будем делать вывод, что... Ну, не надо делать выводы. К примеру, рассмотрим ситуацию. Что чувак играет где-то здесь на Дельпоне. И вы об этом знаете. Если вы вообще знаете, где играет ваш оппонент, у вас два варианта. А, простой на стрельбу. Б, тяжелый на логику. Простой на стрельбу применяется, когда время поджимает. Когда, условно говоря, у вас 20 секунд. Вам нужно кровь из носу ставить бомбу. Вам нужно кровь из носу брать тот раунд. Соответственно, если у вас времени мало, тогда старайтесь кинуть, например, какой-нибудь смог. Один раз можно фейкануть, посмотреть. И уже второй раз поставить бомбу. Или два раза фейкануть, но третий раз уже поставить бомбу. Но запомните, если вы два раза фейкуете, а время поджимает, и у вас проблемы, и вы не нашли типа. Соответственно, скорее всего, труп вам не повезло. Поэтому есть смысл даже не фейковать, а сразу ставить бомбу. Порой. Что еще я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать о более тяжелом варианте. Если, например, 50 секунда. Да, условно. Вы знаете, что чувак на Дельпине, он там показался. Вы пострелялись. У вас есть какая-нибудь граната. Вы ее быстро кинули. Опять же, если вы умеете быстро кидать гранаты, пользуйтесь. Если вы с гранатами не дружите, лучше один на один банку вообще не доставать. На самом деле, даже если вы хороши с гранатами, лучше гранаты один на один вообще не доставать. Максимум смог. И то, если вы, условно говоря, в какой-то позиции, где, ну, вас точно не задено. То есть вы знаете, что чувак где-то там промелькнул. И вы можете вот таким вот образом быстро кинуть, например, такой смог. Если вы кидаете такой смог, тогда вы можете вообще уходить, например, на точку B. Доходите до коннектора, знаете, что чувак на Дельпине. Берете и через ЗИК быстренько уходите. Почему через ЗИК? Потому что это самый короткий вариант. Вы добежите сюда очень быстро. Можно, конечно, упасть в туннели, побежать по туннелям. Но туннели очень медленно. Чувак уже, скорее всего, поймет, что вы кинули смог, что вас очень долго нет. И, скорее всего, вы убежали. Есть второй вариант. Когда вы, например, откидываете смог и прячетесь. Прячетесь, условно говоря, тут. И делаете имитацию того, что вы ушли. Но в этом варианте есть одна оплошность, которую я бы не рекомендовал использовать. Не то чтобы оплошность, а... Опасность. Опасность, которая о чем говорит? О том, что вы в момент, когда начинаете крысить, вы идете на фарт. То есть, чувак или убежал, или тоже остается здесь и играет здесь до конца, думая, что вы тоже остались здесь. Поэтому вы просто-напросто теряете оппонента. И чем этот вариант плох? Напротив вот другого варианта. Тем, что он красивый, как бы, да? Если вы возьмете раунд, вам все похлопают, скажут, вау, как красиво. Но, с другой стороны, он не, как бы, не стопроцентный. Почему? Еще раз говорю. Потому что вы знали, где чувак. Вы понимали, что он на Дельпане. А потом его потеряли. То есть, чем хороши вот такие варианты? Или поставить бомбу сразу, или убежать. Тем, что они простые. И вы оппонента не теряете. Вы знаете, что он где-то на Дельпане будет постоянно. Если вы побежали на Б, то вы знаете, что он будет из библиотеки. Быстрее всего он будет из библиотеки. Этим эти варианты хороши. А этот вариант, он хорош тем, что вы, скажем так, поставите вашего соперника тоже перед выбором. Или остаться, или побежать. Но это, условно говоря, 50 на 50. Мне кажется, что вариант, когда ты тупо отыгрываешь на стрельбу, или убегаешь, зная, что... То есть, ты здесь, но при этом зная, что чувак на Дельпане, и ты с бомбой убегаешь, ставишь бомбу на Б, он лучше. Лучше, потому что где-то там 70-80% мне окажется на вашу победу. Вот такая вот логика. Надеюсь, этот гайд вам о чем-то, да, рассказал. Ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok